Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в 10 фактов о Московском Центральном Кольце. И вот вам сразу же первый факт. На самом деле, пути МЦК были открыты более 100 лет назад, в 1908 году. Но именно транспортной системой это стало лишь в 2016 году. До 2016 года по Московскому Центральному Кольцу ходили в основном грузовые поезда. И после открытия пассажирского движения с ласточками для грузовых поездов был построен специально третий путь. При открытии Московского Центрального Кольца на нем появились вот подобные вокзалы, как здесь на Белокаменной. И они сохранились до наших дней, и вы их можете встретить на некоторых станциях, скажем так, этого кольца. А также, помимо вокзалов, есть и другие объекты в похожем стиле. На станции Локомотив Московского Центрального Кольца находится первый за 120 лет открытый новый вокзал Москвы. Это Восточный вокзал. Здесь, правда, всего лишь две платформы, одна из которых островная, одна боковая. И в целом, не очень-то это и похоже на вокзал на самом деле. Мы находимся на станции Измайлова Московского Центрального Кольца. А на Арбатско-Покровской линии есть станция Измайловская. Но при этом между этими двумя станциями пересадки нет. Со станции Измайлова на Арбатско-Покровской линии можно пересесть на станцию Партизанская. После открытия Московского Центрального Кольца появилась такая тема в московском метро, как наземные пересадки. Что это такое? Выходя со станции, например, МЦК, вы проходите какое-то расстояние по улице. И потом, прикладывая карту тройки к турникету, с вас не списываются новые оплаты, а пишется пересадка. Правда, порой эти пересадки получились довольно длинные. Как, например, здесь, на Волгоградском проспекте и Угрежской. Станция Автозаводская Московского Центрального Кольца находится прямо в разделительной полосе Третьего Транспортного Кольца. На МЦК есть подземная станция. Это площадь Гагарина, которая расположена под, собственно, этой самой площадью и имеет пересадку на Ленинский проспект. Надо мной находится Андреевский мост, по которому проходят пути Московского Центрального Кольца. Но факт заключается в том, что этот мост является новым. Его построили примерно лет 15 назад, когда это кольцо электрифицировали. До этого здесь был другой мост, который не позволял пропустить под собой контактную сеть. И в момент, когда кольцо электрифицировали, старый мост просто сплавили по Москве реки и преобразовали в пешеходный. И находится он вот там, где вам сюда прекрасно видно. Ну и последний десятый факт заключается в том, что расстояние по кругу Московского Центрального Кольца составляет 54 километра. На ней расположена 31 станция, а поездка по полному кругу составит примерно полтора часа. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал. Подписывайтесь на Бусти и Телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Ну и бонусный факт заключается в том, что на станции Коптева Московского Центрального Кольца вы можете видеть вот такой вот электропоезд, который с виду очень похож на поезд ЭД-4М. Но на самом деле это ЭД-9М, которую сюда пригнали, по-моему, из Иркутска. И она является тренажером для машинистов. Ну а другая голова этого поезда как раз-таки ЭД-4М. Субтитры сделал DimaTorzok.